Карнизная планка, на которую надевается клик-фальс. Как монтировать клик-фальс на стены каркасного дома? Эти два дома для постоянного проживания. В первую очередь у нас есть рамки бюджета, которые мы не можем изменить. Во-вторых, эти дома должны быть качественными, чтобы у людей, которые здесь будут жить, не было проблем с обслуживанием. Ну и в-третьих, они должны интересно выглядеть. Мы сейчас вам покажем те решения, которые мы принимали для достижения этих целей. Находимся недалеко от Тосна. Приехали на замеры двух участков. На одном я сейчас стою, второй чуть дальше, сзади меня. Участки находятся практически в лесу. Здесь будут строиться два новых каркасных дома. А еще здесь у хозяина уже построен курник. Вот там чуть дальше находится. Сейчас покажу курочек, которых он здесь выращивает. Домашние. Ага. А сколько курочек? Девять. Они, в принципе, без подогрева живут. И эти куры тоже, они очень такие морозостойкие. Им только внутри немножко создать тепло зимой, чтобы они не слияются. Да, микрофон у меня. Но он слышит все, записывает. У меня такая же сетка дома. Я ее также сращивал. Как раз я с одной секцией разберем для проезда мини-экскаватора. Потом соберем. Когда речь идет о бюджетном строительстве, свайный фундамент лидер. По цене и скорости монтажа. Сзади мини-экскаватор, которым мы сделали пробные бурения. Которые показали, что сваи должны быть не менее трех метров. После определения длины свай выезжаем на монтаж. Согласно проекту делаем разметку свайного поля. Вчера принимали пиломатериал. У нас есть опыт уже строительства каркасных домов зимой. Поэтому антисептированную доску мы делаем в цехах. Привозим уже сюда готовый материал. Также мы поступим и с фасадной доской, которая будет окрашиваться в теплом сухом месте. Это будет качественный продукт и проще будет работать в условиях холода. Для погрузок, для транспортировки. Вот ваша листочка. А, это вот уже, да? Да, вот. Видите, там бумага положена. Каждый ряд. Мы сейчас находимся в северном лесе. Это наш партнер по доске. Здесь же мы окрашиваем в зимнее время доску. И не только в зимнее. Да, здесь видно все хорошо. Досочка уже окрашена и готовая. Оба дома будут одноэтажные, но в разных стилях. Этот дом у нас будет в скандинавском стиле. А тот, что сзади меня, в стиле барнхаус. Каркас дома начинается с обвязки. Мы ее собираем из досок, минимизируя расход материала. Чтобы дом был качественный и конструктив надежный, мы делаем две обвязки. Это у нас нижняя обвязка и верхняя. Для жесткости пола делаем вторую обвязку. Конструктив собираем на шпильке. Карта стены состоит из нижней обвязки. Стойки, укосины, которые держат геометрию карты. Из ригеля, который принимает на себя всю нагрузку. И верхняя обвязка. Все детали сборки, обвязки, стен и прочего конструктива вы можете перейти по ссылке наверху экрана. Оба дома будут иметь чердачное перекрытие. Это более комфортный дом, ровные потолки и проще обслуживать кровлю. Плюс у вас всегда есть дополнительное помещение, которое можно использовать для ваших вещей. Все опорные элементы кровли мы собираем по принципу каркасных стен. Сверху у нас идет двойной ригель, потом стойка идет и опирается на нижнюю обвязку. Система очень простая, используется из подручных материалов и всегда эффективная. Завезли пеноплекс на полы, скоро начнем монтировать. Обвязка каркасного дома на сваях – это самое агрессивное место по теплоизоляции. Мы делаем обязательно черновую полость дюймовки и укладываем пеноплекс. Это максимально безопасное решение по пароизоляции и эффективной теплоизоляции. Дюймовка защитит пеноплекс от грызунов и прочих погодных воздействий. Сам пеноплекс является паронепроницаемым и эффективной теплоизоляцией. На полах мы используем шпунт. Он является как финишным, так и черновым покрытием. После монтажа мы сверху наносим лак или краску по желанию и полы готовы. Также шпунт имеет шип и имеет паз. Такое покрытие будет жестким. В общем итоге мы приняли экономически выгодное решение. Мы сэкономили на работах и материалах. Нахожусь в доме Барнхаус. Завезли сюда теплоизоляцию и сложили с обеих домов в один. Практически вся здесь лежит. Сегодня ребята установили окошечки. Вроде такие детали небольшие, а уже стало как-то поуютнее и даже, наверное, теплее. Вот там у нас скандинавский домик. Видно сразу, что по скорости проигрывает. Металлопластиковые окна ставят завод производить. Таким образом сохраняется полная гарантия на изделие. Меня зовут Михаил. Мы проводим монтаж светопрозрачной конструкции в соответствии с ГОСТом. Опорные полимерные клинеры расставляются под вертикальными частями окон, чтобы распределить нагрузку. Пластины монтируются в соответствии с ГОСТом. 150-180 мм от внутренних углов светопрозрачной конструкции. Обязательно крепятся на два самореза. Опорные колодки запениваются с двух сторон. В этом доме четыре металлопластиковых окна. Они утепленные, двойные стеклопакеты. Также есть москитная сетка. И одна створка открывается и работает как форточка. Приехал в Рябово и так здесь редко бываю. А тут дождь и солнца нет. Съемка не получилась. Вот стою под навесом. Домик скандинавский подготовили под кровлю. И барнхаус тоже уже готов. Начнем кровлю стереть. Кровля у нас на обоих домах Кликфальц. Компания Гранд Лайн. Это надежная и качественная кровля. При этом стоимостью практически такая же, как у металлочерепицы. Монтаж кровли начинается с карнизной планки. На нее устанавливается карта Кликфальца. С боков устанавливаем брусок. На него будет монтироваться торцевая планка. Важный момент при монтаже кровли Кликфальц. Кровельные карты с двух сторон кровли должны быть одинакового размера. Тогда ваша кровля будет выглядеть красиво. Кровельные карты крепим на саморезы. В каждую доску один саморез. На низ кровли и конек используем двойную обрешетку. Нижнюю часть кровли Кликфальц загибаем специальным станком. Этот загиб надевается на карнизную планку. Кровельные карты имеют замок. Они защелкиваются с помощью киянки. После монтажа карты выравниваем загиб клещами. Когда речь идет о бюджетном строительстве, можно сэкономить на гидроветрозащите. Не брать топовые мембраны, а брать низкий или средний ценовой сегмент. На чем нельзя экономить, так это на пароизоляции. Красотища какая. Под прожектором снежинки падают. Вообще обалдеть. Строечка наша. Барнхаус скоро будет. Подготовили обрешетку под Кликфальц на стене. Это фасонные части кровли. Капельник, карнизная планка, на которую надевается Кликфальц. И между ними вентиляция. Монтаж Кликфальца на стену кровли одинаковый. Разница только в фасонных элементах. Сверху на кровли конек, на стенах капельник. Снизу на кровли карнизная планка, снизу на стенах завершающая. При монтаже Кликфальц на стены капельник является закрывающим элементом верхней части кровельной карты. В нижней части используется планка для того, чтобы надеть кровельную карту. по принципу карнизной планки на кровле. В скандинавских странах очень часто используется вертикальная обшивка фасада. В этом случае обрешетка делается горизонтальной. На фасаде мы используем нестроганную доску. В первую очередь это дешевле. Во-вторых, такая поверхность больше впитывает краску и тоже дольше служит. Ну и плюс небрежный вид. Это уже на любителя. Каждый решает сам. Мы неправильно сделали вот этот узел. Сейчас покажу, в чем ошибка. Вот мы первый раз делаем и проектируем барнхаус, амбарный домик. Вот и некоторые недосчеты были у нас. Планку, на которую надевается Кликфальц, мы опустили в прошлый раз ниже уровня. У нас получилось, что облицовка доски и сам Кликфальц оказались на разном уровне. Сейчас на одинаковом. Проектировался этот дом скандинавский. Амбарным он стал в самом конце. У барнхауса кровля и стены выполнены из Кликфальца. Мы пересчитали деревянный фасад на стены из Кликфальца. И они оказались по цене практически одинаковыми. Также амбарный дом, как вы видите, не имеет свеса. Соответственно, это тоже неплохая экономия. Потому что это конструктив, кровля и подшива. Вот у нас помощник есть в Рябово. Почему-то глаза пустил, когда снимать стали. До этого дня был такой робкий. Как тебя зовут, пес? Ну, подними глаза. Ну, привет. Ты здесь охраняешь территорию, да? Ну, ну, ты? Ну, молодец. Также мы здесь установили две биостанции. Называется Валгарь. Вот. Одна здесь, вторая у того дома. Установлены они высоко по причине того, что будут подниматься грунты приблизительно на 30-40 сантиметров. Очень много воды на участке. Также подведена к дому канализация без разводки внутри. Амбарный дом 6х8. Холодный чердак. Внешняя отделка деревянная и кровля кликфальс. Полы выполнены уже полностью с утеплением и постелен шпунт. Далее этот шпунт можно либо покрасить, либо использовать любые другие материалы, как ламинат, паркет и прочее. Продолжение следует... Входная зона выполнена под общей кровлей самого дома Настил, терраса Стены этого дома утепление 150 мм Чердачное перекрытие 200 мм Все утеплители пройдены хорошей пароизоляцией, алюбар с герметиком Все началось от того, что я хотел дом с загорода Отказался полностью от квартиры, ее продал Да, я квартиру полностью продал, у меня жилья в городе нет Я устроил дом, место квартиры Мне так устраивает Жить хорошо на природе, на свежем воздухе Здесь все есть Честно говоря, в городе Ну, такого нет Ну, такой природы там нет Здесь действительно, на самом деле, отдыхается Приезжаешь Вокруг лес С любимыми людьми рядом Очень удобно Там кухня-гостиная Достаточно большая Три полноценных спальни Санузел большой Есть большая кладовка, которая Скорее всего, я эту кладовку не буду использовать как кладовку Я буду это делать как свою мастерскую Юля, грамотная, мудрая женщина Она квартиру оставила Правильно? Да И более, чуть-чуть побюджетнее Построила домик поменьше Вот Юля, а что ты можешь про дом сказать? Ну, у меня домик в стиле варнхаус Потому что Этот стиль, он очень-очень практичный И на будущее тоже требует меньше ухода И каких-то хлопот с ним меньше Потому что у него такие вот интересные стены Стены металлические Да, металлические Так как крыша продолжается Ну вот И мне очень нравится этот домик Я просто счастлив Честное слово Мне очень нравится Дом хороший Красивый Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok